Думаю, многие из вас слышали о мальчике-бодибилдере с невероятной мускулатурой для 7 лет. Его даже внесли в книгу рекордов Гиннеса за отжимания только на одних руках. О нем можно найти множество роликов на ютубе. Его много раз показывали по телевизору, написано сотню статей об этом чудо-ребенке. Помню, когда я увидел его в первый раз, кажется, по телевизору в какой-то программе, то подумал, что очень интересно, каким этот мальчик будет, когда вырастет, если он уже в 7 лет имеет такие мышцы. Но подумал я об этом и забыл. Еще не раз где-то натыкался на инфу о нем. И вот, совсем недавно, в очередной раз, увидев один ролик с его участием, его, кстати, зовут Джулиана, я вдруг понял, что все рассказывают о нем уже лет 5, если не больше, а мальчик так и не растет. Значит, все фото и видео берутся только с раннего возраста. И тут я задался вопросом, а что же с ним случилось? Ему, по идее, должно быть лет 12. Почему нигде нет ни фото, ни видео в этом возрасте? Это очень странно. Говорили, что отец слишком нагружает ребенка, и эти тренировки плохо сказываются на Джулиано. Другие утверждали, что у мальчика генная мутация, благодаря которой он имеет такую развитую мускулатуру и минимальный процент жира в организме. И одно и другое наталкивает нам мысль, что с его здоровьем что-то сейчас не так. А введя его имя в поиски, видим, что люди вовсе интересуются, а не умер ли мальчик. Но долго разбираться не пришлось. Довольно быстро я нашел группу, посвященную Джулиано и его младшему брату, который, оказывается, тоже спортсмен. Здесь есть фото, где ему 10 лет. И увидев его, нам сразу становится ясно, почему этого мальчика больше не показывают по телевидению. Потому что он уже не выглядит накачанным и рельефным. Да, видно, что под жиром есть мышцы пресса и бицепсы, но тут уже ясно, что нет никакой супермутации. Мальчик может потолстеть так же, как и все. Неизвестно, что стало этому причиной. Выглядит он вполне здоровым. Возможно, с тем, как мальчик начал взрослеть, изменился его обмен веществ. Мне кажется, что отец прекратил выкладывать новые фото, просто потому что сын набрал вес и перестал выглядеть, как Геркулес. Интересно, что на ютубе есть официальный канал Джулиано Строя, который, видимо, ведет его отец. И туда до сих пор загружаются видео. Но даже самые свежие, это ролики, которые видно, что сняты несколько лет назад. Есть, конечно, некоторые, где Джулиано выглядит постарше, но и заметно, что форма у него уже не та. Вот так вот я разочаровался, мои друзья. Ведь помню, думал, что этот мало еще удивит всех нас. Но, как видим, нет. Кстати, бонусом покажу еще одного чудо-ребенка, о котором я вспомнил, пока делал этот ролик. Его зовут Ричард Сандрак. Этого мальчика тоже когда-то показывали по телевизору и много раз. Трудно вспомнить, как давно я видел о нем передачу, но он намного старше за Джулиано, и сейчас уже взрослый человек. Ему кажется, где-то 23 года. Но, как мы видим на фото, к большому разочарованию Ричард забросил тренировки и стал выглядеть, как вполне невыдающийся парень. Хотя, можно найти фото, по которым видно, что Ричард забыл о тренировках еще раньше. Мне кажется, стоит сделать вывод из этого ролика, что какой бы человек не был одаренный от природы, все-таки, по большому счету, важна настойчивость и дисциплина. Как говорят, успех – это 1% таланта и 99% труда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всего доброго! С вами был Ариас.